И на третьей смене, он у нас только на третьей смене бывает. Почему? Да потому что вам уже надо потихонечку, помаленечку готовиться к школе. Поэтому вспоминать все, что вы знаете. Я, конечно, не Тина Кантелаги, у нас, конечно, здесь не канал СТС, но страхи, я думаю, будут не шуточные. Все-таки приглушите свет на сцене. Я думаю, для того, чтобы нашим игрокам в доме было вот так. Вам видно нас? Прекрасно. Итак, а сегодня за звание самой умной у нас будут сражаться на нашем турнире представители четвертого, пятого и шестого отрядов. Итак, я приглашаю их на сцену. Алеша, насколько я понимаю, четвертый отряд. Ярослава, четвертый отряд. Эрика, пятый отряд. Настя, пятый отряд. Ну и сам младший тренинг отрядов, шестой, Настя. Игорь, ваши бурные аплодисменты. Участвовал в этом конкурсе, наверное, не каждый бы согласился. Но вот эти вот шеи, ничего сегодня у нас на сцене. Итак, еще раз им громко аплодируем. И участники занимают свое место. Пожалуйста, садитесь на отведенные вам места. Итак, послушайте, пожалуйста, сначала мою просьбу. Я уже сказала, что это у нас не телевидение. И у нас все идет вживую, без всяких вырезаний. И ваш шум тоже идет вживую. А этот шум может очень мешать нашим игрокам сосредоточиться. Поэтому ваша задача не мешать им, а себя с какой-то точки зрения проверить. А смогли бы вы также отвечать? Хорошо, как я надеюсь, будут отвечать наши игроки. Итак, давайте посмотрим, что сегодня будет в игре. Что сегодня будет у нас в игре? Балвач, нам второй слайд. Итак, как будет проходить игра? Четыре гейма. В первом гейме каждому участнику будет задано такое количество вопросов, на которые они смогут ответить за одну минуту. И по итогам первого гейма участник, набравший меньшее количество баллов, а каждый вопрос, это один балл, покинет нашу игру. Следующий, второй гейм. Будет пять вопросов по предмету. То есть, это предметы, какие у нас есть? Русский язык, литература, география, история, литература. Они выберут случайным образом свой предмет и будут отвечать на пять вопросов сразу. Третий гейм. Логическая цепочка. И в третьем гейме у нас уже останутся четыре игрока. После третьего гейма выйдут в четвертый всего три игрока. И они, выбирая вопросы на угад и отвечая на них не на угад, а вполне серьезно, мы выявим, кто же из них троих станет победителем. Итак, мы начинаем. И начинаем мы первый гейм. Пожалуйста, ко мне сейчас подходит Алеша. Мы начнем с четвертого отряда. Вопросы самые разнообразные. Алеша в зал сейчас отвечает. Так, а наши счетоводы внимательно считают каждый правильно отвеченный вопрос. А те, кто сильно много смеется и разговаривает, особенно у нас под носом, я просто удалю из зала. Итак, начинаем. Одну минуту засчитываем. Шуточное изображение кого-либо. Это что такое? Смерть. Смерть. Неправильно. Нулевое очко называется? Неправильно. Вышибалы по-орбитовски как называются? Вышибалы. По-орбитовски? Перестрел. Перестрелка. Правильно. Один балл. Насекомое вредитель меха? Моль. Правильно. Так, зал молчит. Конспиративная квартира называется? Дальше. Дальше. Инъекция. Это что такое? Вот бывает иногда пуль на пуль на ставят. Инъекция это укол. Правильно. Кожаная складка, закрывающая века. Ой, закрывающая глаз. Я уж сама ответила. Объект учения. Это кто? Как? Объект учения. Учитель. Ну, хорошо. А нет, это ученик. Солдат в тюльняшке. Маляк. Правильно. Жилище индейцев. Вигва. Вигва. Правильно. Знак вычитания. Вычитание. Минус. Правильно. Угол. Так. Время. Итак, сколько баллов мы сейчас не будем называть. Итак, Алеша под ваши аплодисменты занимает свое место и выходит ему на смену Ярослава. Но Алеша труднее всего было. Он потому что первый. Итак, продолжаем. Время пошло. Корабль, пострадавший от айсберга. Титаник. Правильно. Его другом был пятница. Ну, быстро. Либо дальше, либо отвечаем. Дальше. Сладкий результат работы пчел. Мет. Правильно. Место, где лошади топчут слонов. Лошади топчут слонов. Дальше. Сколько батарей было в дружине Черномора? Тридцать лет. Правильно. Место наказания детей. Угол. Правильно. Самый младший матрос. Юнга. Правильно. Новогоднее дерево. Юнга. Правильно. Лакомство мартышки. Банан. Правильно. Головной упор короля. Корона. Правильно. Дом для собаки. Водка. Ну, конура. Принимаю. Что общего у петуха и задника? Шпоры. Правильно. Частичка костра? Искра. Баташера. Время. Итак, спасибо Ярославу. Аплодисменты. Следующая на очереди у нас Эрика. Итак, Эрика у нас уже участвовала в серьезных программах. И она имеет уже большой опыт. Ну что, начинаем. Геракл совершил это 12 раз. Правильно. Летательное средство бабы-яги. Правильно. Злой цоловей. Правильно. Маленькая лошадка. Правильно. Трескучий холод. Правильно. На нее воют волки. Правильно. В каких товарищах не было согласия? Дальше. Няня Пушкина. Родила. А, имя, имя. Имя такое сейчас, кстати, очень распространенное. Ну хорошо. Дальше. Бригада танкистов или летчиков называется? Дальше. А, дальше. У него была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Правильно. Молодец. Что пытались забыть органавты? Дальше. Последняя команда перед сном. Дальше. Головной упор невесты. Фатар. Все? Время вышло. Только большая просьба. Аплодисменты. Большая просьба участников говорить поокровче. Ну что ж, Настя, твоя очередь. Итак. Продолжаем. В каком веке ты родилась? В 21-м. В какой год? В 21-м. Так. Неправильно. Он изображен на гербе города Железногорска. Кто изображен? Нет. Медведь. Ведь винограды называется? Дальше. Блюдо, которое легче заварить, чем расхлебать. Такую, говорят, заварили? Каша. Правильно. Остров на пути в царство славного Салтана. Дальше. Остров Буян. Хищник в предыдущей сети. Дальше. Человек, легко подающийся чувству страха. Кто он такой? Который боится всегда. Тихо заварит. Трус. Трус. Правильно. Прибор, отчитывающий время. Часы. Правильно. Как называется самка павлина? Ну сейчас последняя. Самка павлина называется. Вот, говорит, ходит как. Ну что ж, время вышло. Спасибо, спасибо, Настя. Спасибо, Настя. Ваши аплодисменты. Я смотрю, что уже у нас вторая Настя из шестого отряда чуть-чуть приуныла. Приуныла, Настя? Нет? Ну хорошо. Берем водро микрофон и продолжаем. И продолжаем. Транспорт из тыквы. Карета. Правильно, молодец. Придворная дискотека. Бал. Бал. Ученическая шкатулка. Дальше. Одноклассный великан. Называется. Тихо. Зал. Список еды в столовой, которую мы изучаем в меню. Правильно. Пескучий кровопийца. Пескучий. Он еще и пищит, к тому же. И кровь пьет. Крыса. Нет, не крыса. Так, комар, но я не засчитываю. Итак, это есть и у реки, и у рубашки. Что есть одинаково? И у реки, и у рубашки. Рукав. Рукав. Правильно. Говорим громче, и то, что не услышим, не засчитываю. Папа-папы. Как ты его зовешь? Дедушка. Дедушка. Правильно. Время. Итак, аплодисменты Насте. И последний участник, и отборочный тур на нем закончится. Это Игореша. Я думала, что Игор у нас уже давно стал любимцем лагеря. Любимцем. Итак, давай дальше. Вот сейчас мне. Итак, сложно называется, но ответ простой. Время пошло. Компьютерный манипулятор и лакомство для кошки. Мышка. Правильно. Самое упрямое животное. Почел. Всемирная паутина. Молодец. Молодец. Костюм космонавта. Скафандр. Правильно. Трава, которую узнает и слепой. Канапля. Канапля. И слепой узнает. И слепой узнает дальше. Крапива, но не считает. Итак. Лучшее лекарство для Канасова. Варенье. Правильно. На глазы и волосы. Варенье. Правильно. Что такое рандеву? Не знаю. Теперь узнаешь. И до свидания. Художник, друг Незнайки. Дальше. Дальше. Слоненок на колесиках. Ковер почистит носиком. Что это? Пылесос. Пылесос. Правильно. Итак. Воспитанник военного корпуса. Президент. Кадет. Итак. Большое спасибо. Аплодисменты. А мы попросим объявить. Сколько же баллов набрал каждый участник. И кто покинет сейчас нашу игру. Леша из 6-го тряга выбрал 6-й. Ярослава 10-й баллов. Эрика 8-й баллов. Настя. Дальше. Из 5-го отряда 3-й баллов. Настя из 6-го отряда 5-й баллов. И Игорь 7-й. Итак. И что же у нас получается по итогам игры? Что во второй гире у нас выходят все участники, кроме... Настя. Кроме Настя. Настенька. Ну я думаю, что... Буду вам утешительные призывы давать. Думаю, что ты задумалась над тем, что надо после приезда Аплодисменты сделать. Что? Почитать здесь за учебники хотя бы прошлого года, которые... Итак. Аплодисменты. И Настя спокойно спускается в зал. Ну что ж. А настает время у нас следующего гейма. Итак. Это гейм. 5 вопросов по предмету. Смотрим на экран, пожалуйста. Итак. Сейчас вы видите. Выскакивают различные цвета. И я, начиная с Игоря, буду называть... Вернее, спрашивать, какой цвет каждый игрок выбирает. Итак, Игорь, какой цвет ты выбираешь? Синий. Синий. Запомнили. Синий. Настя? Темно-зеленый. Так. Темно-зеленый. Эрика? Шелтый. Ярослава? Красный. И Алеша, тебе ничего не остается, как самый верхний, да? Это... Ну, был у меня оранжевый, стал здесь на экране коричневый. Итак, запомнили свои цвета? Запомнили. А теперь смотрим на экран. По каким же предметам вам придется отвечать на вопросы? Русский язык, история, природовидение, география и литература. А начнем мы сейчас с Игоря. Итак, Игорь, подходи, пожалуйста, сюда. Итак, какая у тебя тема? География. География. Итак, смотрим внимательно на экран. Будут сейчас выскакивать вопросы, и ты быстренько отвечаешь. За 40 секунд мы должны ответить на все вопросы. Поехали. Первый вопрос. Самая глубокая часть, это Байкал. Правильно, один балл. Какая часть света на карте изображена? Смотрим карту. Какая часть света это? Как ты думаешь? Европа. Европа, умница, правильно. Следующее. Какая европейская столица расположена на Сене? Не знаю. Не знаешь. Париж это? Париж. Какое государство является частью столицы Италии? Ватикан. Ватикан. Умница. Итак, у Игоря 4 балла. 4 ответа на это неудачное настройство. Молодец. Ну что, Настя, какой твой предмет? Природоверение. Природоверение. Ты в каком классе учишься? В пятый. В пятый переходе переводишь. Природоверение это у вас было? Было, конечно. Только, Настя, это большая просьба отвечать погромче. Микрофончик поближе. Итак, вопросы для Насти. Зачем корове хвост? Отмахнуть за ту. Правильно. Отмахнуть за ту дальше. Кто прожор? Тигр, лес или землеройка? Землеройка. Землеройка. Правильно, потому что она засухнет, кидает в 4 раза больше своего веса. Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником? Что происходит в муравейнике? Муравейки все наблюдают. Выбегают все? Ой, дождик, дождик будет, да? Нет. Неправильно. Наоборот. Все норочки закрываются. Если все входы закрываются, значит будет дождь. Итак, красный, оранжевый, белый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Какого из этих цветов нет у радуги? Белый. Белый. Правильно. И последний. Из какой травы, но не из санопли, делают удочки? Так. А я не засчитаю, и она уйдет с тремя баллами. Спасибо. Так. Итак, 3 балла. Я уже просила вас, уважаемые зрители. Вы пришли болеть, а не мешать нашим игрокам. И все на ней аплодисменты, Насте. 3 балла. Родцового, синий. Итак, следующее, пожалуйста, Эрика. У тебя, насколько помню, литература. Ну давай, ты читаешь, много, должна ответить быстро. С каким врагом сражался Илья Муробец? И разбойник. Правильно. Кто написал о незнайке его друзья? И красный. Нет, неправильно. Носов. Великий русский баснописец? Крылов. Крылов. Правильно. Какой писатель дает вредные советы детям? Узбек. Так. Нет, не узбек, не остров. Итак, автор стихов про бычка, бедного зайку и лечек в реке. Который все равно не утонет. Не знаешь? Мама мечтала, не говорила, что эта тетенька Агния Бартон написала. Все эти стишки. Итак, 3 балла. 3 балла у Эрики. И ваши аплодисменты. Ну что, Ярослава? 3 балла. 2 балла. Я считалась. У меня для этого тут есть щитово. Извините. Итак. Ну, Ярослава, твоя тема. История. Любишь историю? А я не учусь. А что? Не училась. Никогда не учишься на уроке, запоминаешь, да? Ну, давай посмотрим тогда, как ты что запомнила. Итак, первый вопрос. Какое событие потрясло весь мир 12 апреля 1961 года? Это все знают. Какой день, какой праздник у нас 12 апреля? День России. Нет, не день России. День космонавтики. Первый полет человека в космос. В каком веке была основана Москва? Нет, в 12-м. Следующее. Как звали последнего русского царя? Как звали? Имя его, как было? Николай. Николай, правильно. И один балл. Год окончания Второй мировой войны. 45-й, правильно. Второй балл. Русский царь, прорубивший окно в Европу, это Петр Первый. И так все-таки грибало. Грибало замечательно. Но, Алеша, ты был первый в первом гейме, последним в этом гейме, но тема тебе досталась и предмет очень сложное и задание. Скажи, Алеша. Совсем русский. Так, во-первых, в какой классе учишься? А шум шестой, да? Что у тебя по-русскому? По-русскому-пять, ну тогда это предмет твой. И так, вопросы. Что такое суффикс? Что такое суффикс? Ну вот, определение суффика, что такое суффикс? Ну, не слушать ничего. Бывает ничего, но слушать ничего. Для слова образования, для образования новых слов. Но я засчитываю это как бал, потому что стоит после корня, он сказал. Итак, найти грамматическую основу предложение. Вы только слушайте. Глубкая кустра, подглонула покра и кудрячий покрёвка. А что такое грамматическая основа? Предложи. Основная, да. Подлежащие сказуемые. Так, найти здесь подлежащие и сказуемые. Глубкая кустра, подгонула и кудрячий покрёвка. Молодец, молодец. Даже в таком сложном, забудованном предложении, он нашёл драматическую основу. Итак, а теперь поставь правильно удаление. Я вот и то, за шпаргалкой. Итак, скажи правильно, то это громко, чтобы я услышала. Доз неправильно. Переключить. Переключить правильно. Кашлянуть. Кашлянуть. Цемент. Только одно слово правильно, поэтому я вам здесь не засчитываю. Следующее. Какой поддержь отвечает на вопрос кем? Преключить. Творительный, конечно. И последний вопрос. Назови в пару противоположного рода к следующим словам. Козёл, а она? Коза. Коза, правильно. Осёл? Ослиха. Ослиха. Ослица, правильно. Жирафика. Нет, не жирафика. Жирафа. Жирафа. Следующее. Баран. Овца. Овца, правильно. Корова. Пыль. Итак, только одно слово неправильно, поэтому балл засчитывается. И так, аплодисменты Алёше, потому что у него была самая-самая сложная задача. Овца, аплодисменты Алёше. Ну что ж. Пока вы поддерживаете игроков, у вас подшипываются баллы. И сейчас вам скажут, кто один из бой. Итак, надо только считать первый и второй тренинг. Все вместе. Итак, слушаем, я буду обращаемся. Тишина. У Алёши всего 10 баллов. У Ярослава 13. У Ярославы 13. У Эрика 10. У Эрики 10. И у Насти 8. У Насти 8. И у Игоря 11. 11. Итак, в результате по результатам второго гейма игру покидает Настя из 6-го отряда. Но Настя, я думаю, ты не огорчилась тоже, а просто-просто задумалась, как дальше учиться. Так, сюда выходи, пусть на тебя еще раз посмотрят смелую ногу. Держи на землю, а вот ручка тебе уже на 1-е сентября. И под аплодисменты опять уже затухающие Настя отправляйте к своим отряду. Ну что ж, игроков у нас осталось четверо. Сейчас. Сейчас задание я буду читать. Я на экране его не буду. Сначала послушайте его внимательно. Сейчас я каждому из вас буду загадывать слова. По принципу, помните, у нас был в третиках-ноликах устами владельца. Помните? Одно объяснение. Если не угадываете, объяснение продолжается. Итак, чем раньше вы узнаете, о чем идет речь, какое слово существительное вам назвать, тем больше балл вы получите. Итак, ну а сейчас я сюда приглашаю Ярославу. Итак, внимательно слушаем. Каждому игроку будет задано по 3 слова. И количество баллов, которое он зарабатывает, я буду говорить. 2 или 3 или 1. Итак, внимание. Бывают чугунные деревянные золотые. Догадалась? Нет. Любимое зрелище баранов. Догоновано. Борота 2 балла зарабатывает. Сейчас. Написывайте, чтобы не забывать. 2 балла. Следующее слово. Бывает. Он бывает ближним. С большой буквы. Ближним, значит, название. Не поняла, да? Это сторона горизонта. Восток. Восток. Правильно. Значит, в географии понимаешь 2 балла. Еще раз. И последнее слово для Ярославы. Ее можно брать. Ее можно брать. Дальше. Продолжаем. У всех. Взятка. Взятка. Нет, к сожалению, не взятка. Брать можно все. Но здесь, послушай дальше объяснение. У всех она своя, а самая большая у Эвереста. Так, что это такое? Высота. Итак, 4 балла в этом гене заработала Ярослава. Аплодисменты. Так. Эрика, пожалуйста, сейчас объяснение для тебя. Успокоились. Мы на рекламу здесь не уходим. Поэтому уж будьте кирпеливыми. Итак, Эрика, готова? Поехали. Есть такая мебель. Там работают чаще всего пенсионеры. И туда надо сдать вещи. Либо перед дискотекой, либо перед спектаклем. Ой-ка. Вещи, вещи. Как и рок. Вещи сдают. Либо перед дискотекой, либо перед спектаклем. Да? И в других случаях. Итак, следующее. Бывает большая и маленькая. Через нее можно пролезть. Но ее можно зашить. И даже нужно... Дыра, конечно. Дырка. Один балл. Записываем. Один балл. И третья объяснялка. Я сейчас попрошу вам тех юношек угнолить из зала. Уж очень веселимся. И даже не реагирует. Если не интересно, пойдите в зал, Ира. Вот сзади тебя мальчик в красной футболке. И рядышком с ним. Дырка. 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 А теперь слушаем последнюю объяснянку для Эрики. Он бывает толстый и тонкий. Бывает научный, детский и классный. Журнал. 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 Правильно. Два балла. Итак. У Эрики, у Эрики у нас три балла в этом мире. Алёша, пожалуйста. Алёша! 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 Вот следующий мужчина. Алёш! Бывают высокий и низкий. Женщины без них не обходятся. Алёша! Алёша! А вот мужчин и стараются под женский не попадать. Алёша! Это что такое под женский каблук? Но, к сожалению, уже подсказка была. И так, следующее. Бывает большое и новое. А по Аркадию Гайдару каждый его понимает по-своему. Чтал Гайдар? Вот поэтому не можешь сразу отгадать. Его можно приносить, желать, за него можно бороться, но к нему всегда нужно стремиться. Все люди стремятся к чему? К чему? К нему. К нему. Итак, все люди стремятся к счастью. Так, все, Алеша, твои объяснялки закончились. И, к сожалению, в этом... Ой, подожди, две. Еще один. Обязательно. Просто... Так, ну хорошо. Сейчас совсем простая объяснялка. Это мельчайшая часть любого живого организма. Что это такое? Мельчайшая часть любого живого организма. Не знаешь? Она бывает и в тетради. Клетка, клетка. Два балла. Два балла. И то хорошо. Аплодисменты. Ну и, Гареша, последнее объяснял мы тебе. Два балла. Два балла. Два балла. Это... Вот им трудно, а мне тоже очень трудно. Зато вам так легко. Это сельскохозяйственный инструмент для того, чтобы убирать траву. Пилы. Нет, неправильно. Узкая песчаная отмель. Нет. Нет. В них... Итак, часто про нее говорят. Это девичья краса. Это что? Коса. Девичья краса. Итак, один балл. Следующее. Бывает больничная и царская. Койка. У царя койка. Конечно. Ну, у Чехова ты мечтал, но у Чехова она под номером 6. Ближе к истине, но на самом деле, в них живут дети в лагере. У каждого их 4. Конечно. Палата. Итак, один балл и последняя объяснялка. Это главное, что вам надо найти при решении проблемы или пути к успеху. Они часто бывают к тестам. Ответы. Так, как их называют? Хорошо. Им можно закручивать гайки и записывать песни. И он может бить из-под земли. Ключ. 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 Итак, еще один балл. Итак, всего 3 балла. Аплодисменты. Ну что ж, сейчас, сейчас еще один участник спустится в зал, потому что у него самое маленькое количество баллов. И оставшиеся 3 участника будут в последнем гейме биться за звание «Самый умный». По итогам 3-го гейма у Алёши 12 баллов, у Ярослава 17 баллов, у Эрики 13 баллов и у Игоря 14 баллов. Аплодисменты. 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 Ну а сейчас наши уважаемые игроки, девочки, пересядьте, пожалуйста, вот сюда. Потому что сейчас здесь вы будете выбирать вопросы. Они на табло, просто под цифрами. Табло будет открываться, и вы будете отвечать на вопросы. Вопросы самые разные. Самые-самые разные. Из любых областей. То есть поэтому гейма называется «Вопрос в слепую». Есть и сложные, а есть и очень простые. Итак, Игорь, нет, Эрика. Эрика у нас еще не начинала ни разу, да? Пожалуйста, Эрика, ко мне подходим. И выбирай вопросы. У нас вопросов 16. Каждый участник должен ответить на 5 вопросов. Итак, Эрика. Седьмой. На каком континенте нет рек? Итак, 5 секунд. На каком континенте нет рек? Кто-то из участников знает? Может ответить? Так, Ярослава. Антарктида. Антарктида, правильно. Защита, наверное, Ярославьевна. Так, нет, по очереди будем. Следующее. Ярослава, ты уже отвечала, ты открывай. Можно с места? Номер? Третий. Номер третий. С какой рыболовной снастью всегда ходит оленевод? С сетью. Нет, не с сетью. Кто может ответить из участников? С какой сетью? То есть с рыболовной снастью. А с Настей-то много? Итак, с какой рыболовной снастью всегда ходит оленевод? Ну, Эрика, можешь ответить? Итак, никто не может ответить, а ответ в самом названии. Оленевод. Невод – это рыболовная снасть. Да? Итак, подсказка была у нас прямо в вопросе. Так, Игореша, какой вопрос? Первый. Первый. Какие ноги у жирафа длиннее? Задние или передние? Они одинаковые. Они одинаковые. Молодцы. Молодец, не собьешь. Правильно. Эрика, следующий твой. Второй вопрос. Выбирай. Какой? Двенадцатый. Двенадцатый. Итак, назови пять дней, не называя чисел и дней недели. Молодец. Нет? Неправильно. Игорь, пожалуйста, может ответить. Итак, Игореша. Сегодня, завтра, вчера, послезавтра, позавчера. Игорь, послезавтра, позавчера. Молодец. Молодец. Еще балл Игорю добавляют. Так. Ярослава. Девятый. Девятый. Где сегодня день равен ночи? Итак, где день равен ночи? Молодец. 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 Нет, там полярная ночь такая длинная. Кто может из глаз ответить? Так. Ну, Игореша. На другом полушарии. Ну, так вот, не совсем, не совсем. На экваторе, на экваторе, потому что он как раз, да, посередине там и сегодня, и вчера, и завтра, и всегда. День равен ночи. Итак, Игорь, твой вопрос. Тринадцатый. Тринадцатый. Не боишься, да? В воде родится, а воды не боится. Что это? А, воды боится. Да, что это такое? Комара. В воде родится, а воды боится. Что это такое? Такая детская загадка. Так, кто может ответить? Взять этот вопрос? Никто не может. А из зала подсказку слышу. Это соль. Соль. Ее же выпаливают из воды, а потом в воде она растворяется. Итак, Эрика, третий вопрос. Одиннадцать. Одиннадцать. Какой самый распространенный напиток в мире, который позволяет удалить жажду? Какой это напиток? Так, тишина в зале. Что это за напиток? Не надо на маму смотреть. Итак, раз, два, три. Чаем? Нет, неправильно. Кто из знакомых может ответить? Подумайте внимательно. Порошенечко. Раз, два, три. Просто вода. Конечно, просто вода. Ее мы пьем чаще всего и во всем мире. Так, еще один балл. Ярославе. Так, Ярослава, открывай. Пятый. Пятый. Куда отправился? В какую страну отправился Митсон, чтобы добыть золотое руно? Как она называлась? Это она раньше называлась, а теперь она называется, могу даже сказать, Грузия. А раньше она называлась, мифы-то читали? И про Исона не знаем. Так, Эрик, что это читал? Не читала. Так, мама, берем на заметку. Игорь, читал, но забыл. Итак, и она называлась, Калхида. Калхида. Вспомнили? Вспомнил, Игорь. Так, твой вопрос. Шестнадцатый. Шестнадцатый. Как называется художник, который всегда рисует море? Вот тот, кто рисует... Портреты, называется портретист. Тот, кто рисует животных, называется анималист. А тот, кто рисует море, как называется? Маринист. 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 Правильно. Правильно. Только стоит чуть-чуть подумать. Эрика. И как? И как? Какой? Десятый. Десятый. В каком созвездии находится полярная звезда? Малая медведица? Чуть-чуть размером ошиблась. Да, но первый ответ правильный. Большая медведица. Итак, баба здесь не заработает, не расстала. Бери микрофон и называй номер. Пятнадцатый. К какому виду спорта относится термин двойной дулуп? Чтобы, наверное, холодно не было. К какому виду спорта? Часто говорим, о, какой красивый двойной дулуп. Итак, в каком виде спорта? Игорь, можешь, знаешь? Нет, Эрика. Неужели не смотрите? А сейчас вся страна болеет этим видом спорта. Это фигурное катание. Ну, никак не футбол. Итак, Игорь. Не зарабатывает Ярослава здесь балла. Игорь? Четвертый. Четвертый. Скажи по-китайски большой ветер. Вот часто у них там бывает. Как? Такой ветер, который все сметает на своем пути. И китайцы его так называют. Так вот скажи, и мы так называем. Скажи по-китайски большой ветер. Какой бывает большой ветер? Как он называется? Ураган. Нет, не ураган. 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 Ярослава. Ураган. 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 Тайфун. Молодец. Так, Эрика, последний твой пятый вопрос. И все игроки вышли на пятый вопрос. Второй. Второй. А здесь картинка. Посмотри на картинку внимательно и скажи, о каком празднике идет речь. Хэллоуин, правильно. Тут ты, твое чучело. Так, Ярослава. Восьмой. Восьмой. Как звали доктора в цветочном городе? Спилюлькин. Спилюлькин, конечно, легко и просто. Игорь, твой последний вопрос. Шестой. Шестой. В каком океане мы постоянно купаемся и даже сейчас, но остаемся духи, воздушные, правильно. Итак, Ярослава должна еще рассказать, что итогом станет четвертый гейм не плюсуется ни к одному из геймов. Только то, что заработались игроки в этом гейме. Итак, объявите нам, пожалуйста, результат. Сколько наши финалисты набрали в этом гейме? Ярослава. Четыре балла. Аплодисменты. Аплодисменты. Эрика Ардин. Эрика Ардин. Тоже аплодисменты. И Игорь четыре. И Игорь четыре. Итак, у нас получилось, что у Ярославы и у Игоря по равному количеству баллов. Эрика, спасибо. Мы тебя проводим за улыбку. Под аплодисменты. Молодец, Дашкар. Игорь. Игорь. Кипа! и мы сейчас будем решать будем решать кто же у нас будет самым умным А А последний, который у нас получится, пятый день, мы возвращаемся к первому. Это объяснялки. Итак, конечно, вопросы наугад. И опять же, кто за минуту ответит большим вопросом? Ну, Игорь у нас рыцарь, и начнёт первый. Готов? Итак. Поддерживает игроков. Вот когда вы поддерживаете, вы молодцы. Но давайте всё. И наступает. Поэтому И-ШИ-НА-С. Все напряжены. Итак. Готов, Игорь? Готов. Его пьёт дама. Валет. Не играешь в карты. Итак. Она может задушить от жадности. Не знаю. Жаба. Кто такой галкипер? Думаю. Западающий. Нет, это вратарь. Итак. Сколько государств находится на территории Австралии? Одно. Одно, правильно. Плоская суша называется... Плоская суша называется... Она такая ровная. Называется... Равнина. Итак. Птенец гуся называется... Гусёнок. Гусёнок. А напиток богов, опять из мигов. Что боги пьют на новинки? Какой напиток? Он называется... То, что пчёлы собирают. Нектар. Нектар. Правильно. Итак. Змея с капюшоном. Гадюка. Гадюка. Кобра. Правильный ответ. Итальянские макароны. Правильно. Итак. Время. Четыре правильных ответа за минуту.